Андрей Ткачёв, Финдроид. Проклятый ранкер. Книга вторая. Глава первая. Игра. «Добро пожаловать, претенденты!» — произнесла статуя тем же голосом, что и во время первого приветствия. Пусть и слышал я его уже не в первый раз, но дрожь пробирала всё так же. «Первый отсев проведён. Вы доказали, что достойны участвовать в играх короля. А теперь время начать сами игры. Никто же не против?» Статуя, несмотря на скрытое капюшоном лицо, казалось, смирила всех собравшихся насмешливым взглядом. Желающих возразить не нашлось, и неудивительно. Все мы молчали, наблюдая за ожившим каменным изваянием, и ожидали, что же будет дальше. Я украдкой поглядывал на буревестников и алмазных клинков, опасаясь, что они решат напасть на говорящую статую. Но, вопреки ожиданиям, они не выказывали никакой агрессии. Похоже, что гильдейцам хватало здравомыслия, и они не спешили начинать схватку, по крайней мере, пока. «Я Хессио, глашатый короля и единственный судья этой игры», — выждав паузу, громогласно заявила статуя. «Я говорю от его имени, мое слово, слово короля. Сразу предупрежу, что любые попытки напасть на меня приведут к вашей немедленной дисквалификации». Последнее слово он произнес с такой интонацией, что сразу становилось понятно, что тебя не просто выведут из этой зоны, все будет гораздо хуже. «Так что для вашего же благополучия советую не нарушать правила игры». «Я ощутил, как Марина ткнула меня локтем в бок. Я бросил на нее вопросительный взгляд, а она жестом указала в сторону. Проследив за взглядом подруги, я обнаружил метрах в двадцати от нас уже знакомого неумирающего. «Дреймос», — припомнил я имя мечника. «Он в компании двух других неумирающих напал на нас с Артемидой, но отступил, потеряв спутников. И он тоже участвует в игре, а значит, стоит следить за своей спиной. Нашу троицу неумирающий еще не заметил и просто смотрел на статую, скрестив руки на груди. Выкинув пока что нежить из головы, я вновь вернулся к говорящей статуе. Это уже двенадцатая игра, которую мне позволено вести. И я не слукавлю, если скажу, что она особенная. В этот раз среди участников не только те, кого выбрали высшие силы, но и те, кто пришел сюда самостоятельно, невзирая на все трудности. Эти пробужденные называют себя ранкерами, воинами, что покоряют этажи бездны». На последних словах мне словно послышался странный издевательский смешок. Словно речь шла о муравьях, что покоряют маленький холмик, а не о чем-то серьезном. Для них уже это вершина, но для того, кто смотрит сверху, это лишь забавное копошение насекомых, которых он может с легкостью раздавить. Все, что их заботит, это собственная сила и рейтинг. Они сражаются с монстрами, побеждают мифических чудовищ, и все это ради того, чтобы показать, что они лучше остальных, чтобы стать еще сильнее и влиятельнее. Для них это место – очередное подземелье с монстром во главе, очередная ступенька к собственному величию, «Но, думаю, очень скоро это изменится». Хессио сделал драматическую паузу, по мне даже слишком наигранную, учитывая обстоятельства. Но учитывая, сколько сил эти ранкеры потратили для того, чтобы сюда попасть и участвовать в игре короля, король решил, что стоит вознаградить их за старания. Статуя пришла в движение впервые за время разговора. Она раскинула руки в стороны, и прямо из земли вокруг площади стали подниматься массивные каменные плиты, на которых стали появляться письмена. Выглядело это действительно впечатляюще, но большое впечатление это произвело только на простых людей, а вот клинки и буревестники не шелохнулись, когда эти камни поднимались в воздух. «Там имена?» – с легким удивлением сказала Артемида. Я прищурился и действительно заметил на камнях светящиеся надписи с именами. «Вон там мое», – сказала Марина, указывая на одну из плит. «Мое на соседней». «А вон там, кажется, мое», – сориентировалась Артемида, и я тут же переключил внимание на указанный девушкой камень. «Арина». Без фамилии или чего-то еще. Это было по меньшей мере странно, учитывая, что это было вовсе не ее настоящее имя, а то, что я придумал для представления девушки. Если бы я называл ее Артемида при людях, особенно осведомленных о новейших чипах, то могли возникнуть вопросы, на которые я не хотел бы давать ответы. Пусть ими и вполне реальная, но уж слишком сильная ассоциация с разработкой, которую получили в свои руки буревестники. «Уже нашли свои имена?» – все с той же легкой издевательской насмешкой спросила статуя. «Если нет, то советую поспешить, ведь игра скоро начнется». Я перевел взгляд на камень с моим именем, напротив которого располагался ноль, как и у остальных имен. Все это очень сильно походит на рейтинговую бальную таблицу. Что ж, посмотрим, что нам скажут дальше. Всего вам будет предложено три испытания разного уровня сложности, и за каждые из них участники будут получать очки. Продолжил объяснение Хэсио, а затем добавил, едва не рассмеявшись. Ранкеры же так любят эти очки, правда? Десять человек, что по итогу трех испытаний заработают самое большое количество очков, дойдут до финала и смогут либо уйти, вернуться в свой мир, либо бросить вызов королю. По итогу каждого из дней лучшим претендентам будут дарованы роскошные призы. Как вам такие варианты? Хэсио рассмеялся, но смех его оборвался так же внезапно, как и начался. А теперь давайте не будем тратить пустые слова и начнем игру во славу короля! Статуя вновь пришла в движение и хлопнула в ладони. Да так, что от ударной волны от этого казалось простого действия, заложила уши. Через секунду после этого в разных концах площади стали открываться сияющие сиреневым светом порталы. «Как только вы войдете в порталы, игра начнется», — объявил глашатый короля. «Но перед этим мы немного изменим баланс сил. В нынешнем отборе из-за незваных гостей он немного несправедлив. Поэтому именем короля я объявляю, что все ранкеры, явившиеся на игру, будут понижены до уровня одной звезды. Если не ошибаюсь, вы же именно этот способ классификации используете. Стоило Хэсио сказать об этом, как камень мостовой под нашими ногами засиял тем же светом, что и порталы, но уже через несколько секунд погас. Я переглянулся с Мариной и Артемидой, но, судя по всему, с ними ничего не произошло, будто нас все это не касалось. Зато произошло оживление в стане алмазных клинков и буревестников, причем практически одновременно. Послышались крики, споры и ругань, но командование очень быстро восстановило дисциплину. Вот что творит живительный подзатыльник и тяжелый взгляд командира. Неужели их и впрямь понизили? Король способен даже на такое? Да кто тогда вообще в здравом уме попробует бросить вызов местному правителю, если он по щелчку пальцев способен лишать сильнейших ранкеров мира сил и превращать чуть ли не в простых людей? Даже не представляю, что сейчас должны чувствовать бойцы гильдий. Ведь если я при повышении своих характеристик ощутил необычайную силу и легкость, то вот они наоборот должны чувствовать, как им стало намного хуже и тяжелее двигаться. И тут произошло событие, которого я подсознательно ждал, но надеялся, что гильдийцам хватит разума так не делать. Часть пробужденных алмазных клинков отделилась от основных сил и чуть ли не бегом устремилась к лестнице, ведущей прямо во дворец короля. Среди буревестников появились желающие помешать конкурентам, но Морозов приказал ждать. Видимо, он здраво решил вначале взглянуть, что ждет решивших нарушить правила, тем более правила настолько могущественной сущности. Ай-яй-яй, кажется, у нас нашлись нарушители, те, кто решил пренебречь правилами игры. Что ж, для таких только один исход — дисквалификация. Статуя щелкнула пальцами, и группа мужчин и женщин, успевших подняться на десяток с лишним метров вверх по ступеням, внезапно замерла, причем сделали они это синхронно, словно кто-то прибил их гвоздями к ступенькам. Где-то высоко на вершине дворца послышался странный тихий хлопок, и лишь через несколько секунд одного из ранкеров, пытавшихся пробиться ко дворцу, насквозь пробила стрелой. Хотя стрела — немного не то слово, поскольку по размерам она была сравнима с копьем. Ударив пробужденного в грудь, та просто снесла его, сбросив на мостовую на площади. Еще хлопки и целый град этих огромных стрел неизвестного лучника-гиганта обрушился на людей, убивая их на месте. Они даже не могли сбежать или увернуться, словно невидимая сила удерживала их на месте. Прекрасные неподвижные мишени, и то, что каждый из них являлся пробужденным и был облачен в высокотехнологичную броню, ни капельки им не помогло. От подобного вообще сложно защититься. «Есть еще желающие оспорить правила», — поинтересовался судья игры. «Нет?» Тогда не теряйте время. Чем быстрее начнется игра, тем довольнее будет король. И тем не менее, никто не решался первым ступить в портал. Обычные люди, чудом дожившие до этого момента, опасливо косились на проходы, ведущие незнамо куда, а гильдейцы не спешили рисковать своими людьми. Забавно, но в этот раз все решили неумирающие. Нежить первой направилась в порталы, и мы втроем тоже отправились туда. «Я не хочу туда, мы должны. Этих ранкеров что, правда убили? Мы все умрем. Черт, у меня телефон не пашет, а я так хотел все это заснять». Я слушал возгласы людей вокруг и понимал, что они еще не до конца осознают, в какой ситуации оказались, к счастью или к худу. Мы с Артемидой и Мариной подошли к ближайшему порталу и остановились на самой границе. Что ждет нас на той стороне? «Что это будет за игра?» Эта говорящая статуя так ничего и не объяснила, лишь обозначила, что случится, если мы не будем следовать правилам. «Идем?» – спросила Артемида. Я кивнул, и мы сделали шаг вперед. Проходя через портал, я не ощутил ничего особенного, лишь легкий холодок по всему телу, а затем оказался на какой-то каменной платформе. Рядом со мной все еще находились девушки, а также другие участники. Вместо городской площади мы оказались в каком-то просторном каменном помещении, освещенном факелами с холодно-голубым пламенем и единственной двустворчатой дверью, ведущей отсюда. Портала, за спиной через который мы сюда попали, я не заметил, что так же не радовало. «И куда нас перенесло?» – осторожно спросила Марина, ни к кому конкретно не обращаясь. «Хороший вопрос», – хмыкнул я, оглядываясь. Помимо двустворчатой двери, факелов и других участников, тут по факту ничего больше и не было. Марина вновь ткнула меня локтем в бок и повторилось ровно то, что случилось на площади десятью минутами ранее. Но если тогда я просто махнул на это рукой, то теперь ситуация становилась проблемной. Дреймос. Он тоже присутствовал в комнате. И если раньше на площади были сотни людей, то сейчас нас было всего десять. Нежить тоже обратил на нас внимание и довольно оскалился, насколько было возможно с его распоротым от уха до уха ртом. Но неумирающий был не единственным знакомым лицом во всей этой группе. Среди попавших в эту комнату я заметил так же и того черноволосого парня, мага Ранкера, что обрушил огненный дождь на деревушку и врезал мне в лицо вместо приветствия. Я не знал его имени, но знакомства у нас с ним не задалось, это точно. Помимо знакомого мне Ранкера, тут присутствовал еще один, и судя по тому, как буревестник косился на второго, он был из алмазных клинков. Впрочем, второй отвечал не менее настороженным взглядом магу. Но дела, еще не хватало, чтобы они тут друг друга перебили. Остальные четверо были простыми людьми. Двое мужчин и две женщины, ничем не примечательные и смотрящиеся откровенно слабо по сравнению с остальными присутствующими. И вот что в таком составе нам предстоит сделать, интересно? «Сколько красивых и милых дам!» протянул Дреймас, подходя к тем самым девушкам. «Не ожидал, что окажусь в обществе таких прелестниц, знаете ли, даже неловко. Сообщили бы мне о таком заранее, то привел бы себя в порядок, знаете ли». Он был почти на голову выше их обеих, и когда чуть склонился к одной из них, девушка испуганно отпрянула и закричала от страха. Один из парней, тот что покрупнее, попытался встать на ее защиту, но Дреймасу достаточно было легонько толкнуть его в грудь, чтоб парня отбросило сразу на несколько метров назад. «Невежливо вклиниваться в чужую беседу, знаешь ли», мрачно усмехнулся неумирающий, когда парень неуклюже стал подниматься. «Оставь их в покое», вмешался я, и Дреймас полностью переключил свое внимание на мою персону. Я сделал шаг вперед, показав жестом, чтобы девушки не вмешивались, и сейчас просто сверлил неумирающего взглядом. После увиденной демонстрации как-то страха перед этим жутким воином не было. Я чувствовал, что нам приготовили что-то более захватывающее, чем то, что может придумать этот некогда живой воин. «Какие люди! А я вот совсем недавно вспоминал о нашей прошлой встрече, знаете ли», рассмеялся неумирающий и положил руку на рукоять двуручного меча, висящего за своей спиной. «Не советую», — предупредил я. «Не тебе давать мне советы, знаешь ли». Он выхватил меч с невероятной скоростью, обрушив его мне на голову, но в этот раз я не стал уворачиваться, а встретил его клинок своим, поставив блок. Удар оказался страшной силы, но я выдержал, устояв на ногах, лишь чуть согнувшись в коленях для большей устойчивости. «Ну надо же! У щенка прорезались клыки!» Он тут же нанес второй удар, уже горизонтальный справа, но я вновь заслонился своим одноручным мечом. Собирался парировать удар, отклонив его в сторону, но скорость у Дреймоса была просто чудовищной, отчего меня оттолкнуло в сторону, и я проскользил ступнями пару метров. «Неплохо, неплохо, Стас!» — оскалился воин, уже не обращая на других внимания. «Тебя же так звать? Давненько меня что-то так не забавляло, знаешь ли!» Хлоп-хлоп-хлоп. Чьи-то хлопки внезапно прервали нашу небольшую потасовку и обратили внимание на молодую черноволосую женщину, стоящую прямо рядом с единственной дверью отсюда. На ней было черное платье с глубоким красивым декольте и матовая черная маска, раскрывающее лицо. Даже любопытно посмотреть на обладательницу столь интересной фигуры, вот только этот интерес был сугубо творческий, как можно восхищаться статуей или картиной, но никак не человеком. Веяло от этой девушки чем-то, что не давало на нее смотреть по-другому. «Добро пожаловать, претенденты! Я седьмой куратор», — представилась она. «Помощница Хессио, и та, кто будет следить за первым испытанием?» Я объясню вам правила этого раунда и скажу сразу. Сражение друг с другом — не лучшее решение, если вы, конечно, не хотите проиграть. Если вы готовы, то самое время начинать.